Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим партию-ловушку от ярославского шашиста Ивана Смуркова. Эту партию он выиграл у очень сильного питерского шашиста Тимофея Проскурина. Кстати, у Ивана есть на ютубе канал, называется Аркнет Чаннел. Там есть несколько интересных шашечных видео. Я, наверное, подпишусь и вам советую канал интересный. Ссылку на канал Ивана оставлю в описании этого ролика. В партии обоим соперникам выпала следующая жеребьевка ходов. Еф4, Ба5, Де3, Сб6, Сд2, Фе5. В принципе, такие ходы могут встретиться и в партии практической, то есть естественным образом. Обычно в этой позиции белые разменивались либо таким образом, ну и партия может протекать вот так. То есть черные захватывают центр, белые с помощью разменов развивают свои отсталые шашки, ну и затем приступают к окружению центра черных с интересной игрой. Также, в принципе, возможен в этой позиции вот такой размен, то есть белые также пытаются окружать позицию черных, тоже с интересной игрой. Но Иван предпочел вот такой размен. Он кажется неказистым, но на самом деле таит в себе очень тонкую ловушку. Черные играют БЦ5, то есть не дают поставить белым тычок. Белые размениваются ходом ЖС4. Черные играют ЖС6, развивают свой сильный левый фланг. Белые также развивают свой сильный левый фланг. Черные занимают центр и белые его вяжут. То есть сейчас АЖ7 невозможен из-за ЕД4 и черные играют ЕФ6. Белые играют БА5. То есть, видите, друзья, оба соперника делают вполне естественные ходы. Но и здесь Тимофей Проскорин, похоже, увидел, что он может выиграть. То есть после размена АБ6 выясняется, что белым по сути некуда ходить. То есть после ЕД2 черные играют ФЕ7. Теперь, видите, если белые играют ЖС2, а так и было в партии, то черные сыграют АЖ7. То есть, видите, у белых нет размена ФЖ5, потому что черные нападают. Белым надо размениваться именно вперед. Ну и после ФЕ5 позиция черных рушится. Они проигрывают. Если же белые сыграют в этой позиции СБ4, то черные нападут. Ну и после того, как белые закрываются, черные делают выжидательный ход. Ну после АБ2 просто АБ6 и белым некуда ходить. То есть у них нет никаких колонн, нет никаких предпосылок для дальнейшего сопротивления. А после СД4 мы можем побить в эту сторону и провести вот такую комбинацию. То есть отдали две. Затем сыграли АБ6. Ну и черные здесь легко должны победить. Рассуждения Тимофея были вполне логичные. Ну если бы я играл так за черных, скорее всего я так же бы попался в эту ловушку. То есть в принципе в эту ловушку может попасться вообще любой шашист, в том числе и Гроссмейся. Но белые неожиданно жертвуют шашку и делают тихий ход ЕД4. И выясняется, что позиция полностью перевернулась. Тут непонятно уже как черным делать ничью. То есть на естественный ход АБ2 белые проводят вот такую комбинацию. АЖ5. Затем снимают три шашки соперника. Ну и после того, как черные бьют на Д4, белые делают тихий ход и выясняется, что их позиция проигранная. То есть на постановку дамки белые снимают еще две шашки. Ну и этот эндшпиль легко выигран за белых. Можете убедиться в этом сами. Ну естественно, БА5 нельзя из-за банального ДЦ5. Поэтому в этой позиции Тимофей пошел БЦ7. Белые снова выжидают игра ДЕ3. Ну и здесь у черных заканчиваются ходы. Тимофей Проскурин в этой позиции сыграл БА5. И последовала другая разгромная красивая комбинация. Белые сыграли ДЦ5. Затем бьют в дамки на поле Ф8. Черные бьют, белые бьют, черные бьют. Белые отдают еще одну шашку. И затем вторым ударом окончательно разбивают позицию черных. В этой позиции Тимофей Проскурин поздравил своего соперника с заслуженной победой. Чего отметить, что в этой позиции ход АБ2 также не был возможен. Потому что белые проводили вот такую комбинацию. То есть бьем именно на поле Д8. Ну и как бы черные здесь не били, они здесь проигрывают. То есть если они бьют в эту сторону, мы бьем на Е5. И видите, черным нельзя поставить дамку. Из-за того, что белые пойдут дамкой на Х4. Ну и после того, как черная дамка бьет. Мы снимаем три единицы соперника. И празднуем победу. Если же черные били в эту сторону. То мы бьем на А7. Ну и после постановки дамки бьем на поле Б6. То есть видите, зажимаем дамку черных. Ну и после вынужденного хода ЖФ6. Видите, нельзя поймать дамку. Потому что мы побьем две. Приходится играть ЖФ6. Белые жертвуют свою дамку. Но забирают две шашки соперника. И также легко выигрывают этот Н-шпиль. Какие еще были ходы в критической позиции? Был возможен ход ДЦ5. Но после него белые также выигрывают. Бьем на Ф8. Черные бьют на С1. И теперь белые проводят вот такую комбинацию. Отдаем шашку. Затем дамку. И бьем на поле Х8. Здесь есть кое-какие шансы на ничью у черных. Но все-таки при правильной игре белые побеждают. Например, на наиболее сильный ход Х5. Белые могут напасть на шашку черных. И если черные закрываются, то еще раз нападаем уже на шашку Ж5. Черным надо отходить. Ну и можем сыграть дамкой на С1. И этот Н-шпиль технически выигранный. Можете также убедиться в этом сами. Кажется, что белые выигрывают во всех вариантах. Но все-таки у черных была тяжелая ничья в этой позиции. То есть после хода именно Ба7 белым надо проводить комбинацию. Отдаем две. Снимаем три. И в этой позиции надо еще точно сыграть Ж6. А вот постановка дамки здесь действительно проигрывает. То есть белые тут же ловят дамку. Ну и после хода ДЦ5 они могут здесь выиграть вот таким образом. Играем дамкой на Д8. Ну надо отдавать шашку. В любую сторону все равно плохо. Ну и после хода АБ2 зависаем на Е7. То есть не даем ставить дамку ни на С1, ни на А1. Поэтому приходится жертвовать. Затем черные ставят дамку на А1. Белые играют дамкой на Е7. Ну и после хода дамкой на любое поле, в принципе, белые играют дамкой на поле С5. И вот создается такой красивый эндшпиль. То есть в какую бы сторону черные не пошли, их дамка ловится. То есть если мы где-то будем здесь играть, белые отдают шашку и дамку вот таким образом. И легко выигрывают. А если белые играют, допустим, куда-то в эту сторону, то белые отдают в эту сторону. И также легко побеждают. То есть в этой позиции дамку ставить нельзя. Надо играть ЖФ6. Ну и теперь белые играют СД4. Вот теперь можно поставить дамку. Если черные ставят дамку, то белые присасываются к шашке Д6. Приходится бить именно сюда. Ну естественно, сюда нельзя бить, так как белые проведут удар и выиграют. Естественно, так бить нельзя. Поэтому приходится бить именно на С5. Белые бьют на С7. В этой позиции черные пытаются зафиксировать шашку. Аж два от похода в дамки. Белые ставят дамку на Б8. Ну на Д8 нельзя, так как она сразу уже ловится. Ну и черные фиксируют шашку H2. Белые играют ДЦ3. То есть хотят следующим ходом сыграть СБ4 и поймать дамку черных. Поэтому черным надо отходить на поле Ф8. Белые переводят дамку на Ф4. Ну и здесь создается снова критическая позиция. Черным надо играть очень точно для достижения ничьей. Надо ловить дамку белых. То есть дамка в среднем стоит в окончании 2,5-3 шашки. Черные отдали 2 шашки и срубили дамку. Этот размен выгодный. Ну и возможно следующее продолжение партии. СД4. ФЕ7. Ну и здесь выясняется, что черную дамку белым не вытеснить. С верхнего тройника. То есть рано или поздно и шашка H2 также не проводится в дамке. То есть рано или поздно белые сыграют на поле Е5. И черные с помощью присоски все-таки достигают ничей. Это позиция ничейная. Ну например побили сюда, сюда и оба стороны проходят в дамке. То есть вот эта шашка, а один при наличии шашки черных на А3 не проводится. Это ничья. Русские шашки игра очень точная и логичная. То есть каждый ход на весь золото. Поэтому многие варианты все-таки надо изучать. Я советую всем новичкам, кто занимается русскими шашками, побольше изучайте именно теорию игры. То есть если вы не будете знать определенные варианты, то вы скорее всего будете постоянно проигрывать. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно. Отвечу на все вопросы. До свидания, увидимся на шашечных баталиях.